Медиагруппа Авангард представляет Первый вопрос, как вы, как лидер рынка кибербезопасности в нашей стране, встретили пандемию? И что можете предложить вашим заказчикам для решения их вопросов по информационной безопасности? На самом деле, да, действительно, пандемия для большого количества компаний наступила так неожиданно. Многие очень перестраивали свои процессы, бизнес-процессы. У нас были заказчики, для которых, допустим, была вообще недопустима удаленка, но они вынуждены были перевести сотрудников на удаленку. Соответственно, мы всячески помогали нашими техническими решениями, нашими экспертизами, то есть выпускали специальные паки, которые предназначены для соков по мониторингу возможной нелегитимной деятельности внутри инфраструктуры заказчиков, когда сотрудники находятся на удаленке. Решения там по анализу трафика, да, то есть во многих случаях, то есть когда раньше организации строили вокруг себя такую прям непробиваемую стенку, а сейчас, когда сотрудники оказались за границей, да, там за забором этой стены, то тут необходимо именно увеличивать контроль того, что они там делают, что там происходит, анализировать сетевые потоки, собирать логи с этих информационных систем. Ну и самое главное, вести еще просветительскую деятельность с сотрудниками. Да, отлично. И второй вопрос. По мнению Гартнер, один из глобальных технологических трендов на ближайшие пять лет, это как раз размытость периметра, когда неважно, где он будет находиться ресурс, неважно, где он будет находиться пользователей, будут действовать одинаковые правила безопасности при доступе любого пользователя к любому ресурсу. Как, на ваш взгляд, появятся ли соответствующие продукты новые на нашем рынке? Может быть, вы уже планируете разработку подобных продуктов, ну или как-то по-другому можете это прокомментировать? На самом деле, ну, я, может быть, буду не совсем там согласен с такой формулировкой, потому что если смотреть на большую интерпрайз-компанию, то у нее большое количество информационных систем, и они все имеют разную критичность. Мы смотрим на банк, система информационная, где там отшляется процессинг, управление банкоматом, и обычная офисная сеть, где работают сотрудники АХО, они все-таки имеют разный приоритет, разные привилегии, разные уровни доступа. Поэтому все-таки с точки зрения защиты тут необходимо приоритизироваться по-разному. Ну, а с точки зрения выявления атак и инцидентов в таких сегментах, на самом деле, уже сейчас ничего мешает это делать. Мы в своей практике именно так делаем, то есть профилирование действий пользователей, нарушение политик, регламентов, нетиповое поведение пользователей в инфраструктуре, когда вдруг секретарша пошла на RDP или еще куда-нибудь на компьютер казначейства, это там аномалия, на нее, безусловно, можно реагировать. И существующие классы решений, в частности, с помощью СИЭМов, эти кейсы легко автоматизируются и легко кого являются. Алексей, наверное, заключительный вопрос. Например, компания была небольшая, может быть, не пользовалась услугами СОК, а не имела свой СОК, но начала расти, бизнес растет. Потребности в защите информации тоже растут. Что вы можете посоветовать компании, которая выросла до определенной зрелости и уже находится в стадии выбора решения не СИЭМа, наверное, скорее СОКа, создать свой, посмотреть в сторону провайдеров, либо что-то еще? Тут на самом деле следует обратить внимание, чего эта компания, организация боится и какой у них горизонт планирования. То есть если мы говорим, допустим, о секторе e-commerce, то есть где здесь и сейчас необходимо прям присутствовать в интернете, оказывать сервис каким-то клиентам, то для них защита и безопасность – это прям очень критично. Им результат нужен здесь и сегодня. Вот. Если же сфера бизнеса не столь завязана на IT и риски, которые есть в компании, не столько приземлены на IT, то там можно построить долгосрочную стратегию развития, понимать, как IT влияет на возможные риски для бизнеса и планомерно их наращивать. То есть можно растить собственную экспертизу, к тому же учитывая то, что на протяжении, ну там, большого горизонта планирования, там в пять лет, допустим, внутренний СОК всегда будет более эффективный, чем SSP. К MSSP необходимо обратиться в том случае, если результат нужен здесь и сейчас, если надо сразу и быстро сделать хороший качественный скачок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...